добрый день уважаемые трейдеры в этом видео мы продолжаем нашу еженедельную рубрику с новостями из мира бинарных опционов и в этом выпуске мы расскажем про новых брокеров мошенников и схемы развода обновление у брокеров покет опшен и бинариум мировые новости касающиеся бинарных опционов а также проанализируем сделки топовых трейдеров покет опшен и рассмотрим новые конкурсы которые позволяют заработать а в конце видео вас ждет веселый мотиватор для трейдеров вы же в свою очередь не забывайте подписаться на канал и поставить лайк а мы начинаем в интернете действует целая группа сайтов некоторые из которых клон которые попросту грабят своих клиентов а название которое они используют очень похоже на других проверенных брокеров таких как бинариум IQ option и другие один из таких сайтов IQ Optics чтобы не заходить сильно далеко просто покажем вам их платформу никакого функционала в ней нет но самое главное то что все их графики выглядят абсолютно одинаково и отличаются от реально для торговли доступно всего три вида экспирации самая большая из которых две минуты и также всего 4 таймфрейма и даже если вы сможете заработать вам не дадут вывести ваши деньги так как запросит оплатить комиссию оплатив которую вам все равно ничего не выведут и также обратите внимание что минимальная сумма ввода у них 200 долларов поэтому если вас просит заплатить комиссию за получение денег то это всегда будет обманом так как все комиссии могут быть включены в сумму вывода как это делают например банки когда комиссия уже включена в платеж кстати говоря именно также работают и chargeback мошенники суть работы их сводится к следующему сотрудники компании находят и связываются с людьми которые потеряли деньги далее таким инвесторам поступает предложение вернуть все средства но для этого необходимо оплатить некую комиссию но как вы понимаете получить деньги конечно же будет нельзя и инвестора будут постоянно просить оплатить какие-либо комиссии поэтому будьте осторожны и не попадайтесь на мошенников pocket option обновил свою историю финансовых транзакций теперь в истории операций помимо основных данных отражается следующая информация сумма платежа в валюте выставления счета реквизиты счета платежа подробный комментарий относительно статуса платежа кнопка быстрого обращения в службу поддержки по вопросам касающимся платежа и если у вас возникают какие-либо вопросы относительно любой из транзакций то вы можете нажать на кнопку обратиться в поддержку и вам откроется интерфейс создания запроса по указанной транзакции где вам понадобится лишь описать всю проблему и приложить подтверждающие документы если это необходимо брокер бинариум запускает обучающие видео о трейдинге и первый вебинар который прошел 27 июля был посвящен основам работы на бирже на этом вебинаре аналитик брокера рассказал о логике покупателей продавца и взаимодействия благодаря таким вебинарам каждый желающий может обучаться абсолютно бесплатно и даже если у вас нет реального счета у этого брокера вы все равно можете посещать данные вебинары брокер бинариум проводит акции с повышением доходности по некоторым американским компаниям проводятся такие акции в рамках сезона отчетности когда американские компании отчитываются о своей прибыли в этот период брокер ставит доходность на акции такой компании районе 90 процентов поэтому отслеживайте отчеты компании так как в такие моменты брокер может давать особенно высокие коэффициенты по бинарным опционам чикагская биржа которая является одним из крупнейших в мире биржевых операторов товарно-фьючерсных рынков планирует запустить бинарные опционы чтобы привлечь больше розничных трейдеров торговлю биржа предложит контракты которые регуляторы в большей части европы запретили как форму азартных игр биржа заявила что его так называемые контракты появятся в сентябре что позволит трейдерам обмениваться мнениями относительно динамики на фьючерсных рынках по словам руководителей компании привлечение розничных трейдеров это критический компонент стратегии роста в на бирже на сайте для новых контрактов нужно будет просто ответить на вопрос да или нет чтобы совершить сделку трейдеру потребуется лишь смахнуть экран телефона в нужную сторону новые инструменты будут стоить максимум 20 долларов при этом трейдеры смогут одновременно купить не более 250 контрактов австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям собирает отзывы на решение продлить запрет на торговлю бинарными опционами до 1 октября 2031 года изначально регулятор запретил продажу этих инструментов розничным клиентам 3 мая 2021 года срок действия ограничений истекает 7 октября 2022 года решение регулятора о введении запрета на бинарные опционы было принято после исследований показавших что такие инструменты наносят серьезный ущерб розничным клиентам кроме того регулятор подчеркнул что за 13 месяцев до введения запрета в среднем 75 процентов розничных клиентов потеряли деньги при торговле спекулятивными бинарными опционами чистые убытки по данным инструментом достигни 15 7 миллионов австралийских долларов тогда как прибыли не превысили 1 и 7 миллиона совсем недавно полиция вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке форекс как сообщается правоохранительные органы совершили рейд на нелегальное казино расположенное в городе ханой но вместо аппаратов для азартных игр и спортивных тотализаторов полицейские обнаружили программное обеспечение для ставок на валютном рынке форекс или проще говоря для торговли бинарными опционами в ходе рейда полиция арестовала некоего мужчину по имени дао мин сон который как предполагается является лидером опег с оборотом 90 миллионов долларов и клиентской базы более 18 тысяч пользователей по информации местного вьетнамского издания сон является основателем трех онлайн-платформ sfx capital sfx и fsi некоторые из членов опега играли роль экспертов в обязанности которых входило убедить клиента что его ставка обязательно сыграет если он будет в точности следовать инструкциям специалистов кипрский финансовый регулятор цисек объявил накануне об отзыве регуляторной лицензии у компании mps marketplace securities ltd более известный как spot option данная компания долгое время неофициально являлась прародителем и самым крупным игроком в сфере бинарных опционов регулятор добавил что компания по собственной инициативе добровольно приняла решение отказаться от лицензии кипрской инвестиционной фирмы кстати говоря компания spot option являлась держателем кипрской лицензии цисек в течение последних 10 лет напомним что еще в сентябре 2019 года кипрский финансовый регулятор приостановил действие лицензии компании spot option так как она подозревалась в нескольких предполагаемых нарушениях которые потенциально подвергали риску средства клиентов но в апреле 21 года комиссия цисек восстановила действие лицензии 170 дроп 12 также напомним что с января 18 года бывшая империя бинарных опционов прекратила поддержку клиентов и пользователей одноименной платформы spot option также была прекращена поддержка и других продуктов связанные с торговлей бинарными опционами брокер дрифт в своем официальном твиттер аккаунте призывают всех своих клиентов более серьезно относиться к своей безопасности и личным данным и сообщает о том что если представители компании просят ваши личные данные то об этом нужно обязательно сообщить в специальный чат из этого обращения можно предположить что мошенники особенно активизировались данный момент и можно ожидать и от других брокеров подобных сообщений поэтому будьте особенно осторожны и не передавайте свои данные представителям компании так как они никогда их не просят в интернете появился новый способ мошенничества через бота в телеграме квотекс трейд данный бот позволяет покупать популярную криптовалюту и акции известных компаний чаще всего алгоритм мошенничества выглядит таким образом в личку от какого-то человека вам приходит сообщение что есть вариант заработать без риска в боте квотекс трейд все сводится к тому что чудо трейдера якобы заблокировали и нужен новый чистый профиль далее ситуация может развиваться по-разному к примеру вас могут попросить пополнить счет от 1000 до 5000 рублей далее по схеме разгонят депозит до 100-200 тысяч рублей но при выводе начнут просить пройти платную верификацию или уплатить несуществующие налоги есть и другая схема когда пополнять ничего не нужно трейдер который предложил вам заработать сам пополняет счет и раскручивает его до 100-200 тысяч рублей используя ваш новый чистый профиль после этого он якобы выводит свою половину прибыли а вашу оставляет на счету но чтобы ее вывести у вас снова начинают требовать внести дополнительные переводы или оплатить комиссию и после анализа данных схем становится понятно что через данного бота можно только потерять свои деньги заработать вы ничего не сможете и самое важное что нужно понимать данный бот не имеет никакого отношения к брокеру квотекс так как на сайте брокера нет никакой информации о данном боте а если вы обратитесь в службу поддержки то они скажут вам тоже самое что они не знают ничего о данном боте брокер покет опшен опубликовал топ 5 трейдеров за последнюю неделю и на первом месте в рейтинге снова оказался трейдер которого мы уже обсуждали в прошлом выпуске поэтому давайте проанализируем его данные за эту неделю и сравним с прошлой за прошлую неделю данные трейдеры показал доходный прибыльность 140 процентов а его общая прибыльность составила 57 процентов прибыльных сделок и заработать данный трейдер смог 21215 долларов но если опять же посмотреть на статистику за все время то данный трейдер пока еще находится в небольшом убытке и общая торговая прибыль его составляет минус 3645 долларов но если же данные трейдеры будет держать такие же тембы как за прошлую неделю то уже совсем скоро выйдет в хороший плюс следующий трейдер смог показать доходность 180 процентов а общую прибыльность по сделкам в 55 процентов и заработал 6884 доллара если посмотреть статистику за все время то тут мы наконец-таки увидим что торговая прибыль за все время у данного трейдера составляет 2694 доллара а его доходность составляет 52 процента прибыльных сделок следующий трейдер показал просто ошеломительную доходность процентов и это 7469 процентов за неделю при этом прибыльность по сделкам составила целых 68 процентов а заработать он смог 6722 доллара а если посмотреть на его статистику за все время то заработал он 6721 доллар и его прибыльность составляет 68 процентов прибыльных сделок четвертый трейдер показал доходность всего лишь 64 процента и 58 процентов прибыльных сделок но при этом смог заработать 6584 доллара за все время данный трейдер также в плюсе и торговая прибыль составляет 2122 доллара при 53 процентов прибыльных сделок и последний трейдер показал доходность всего лишь 45 процентов при этом 54 процента было прибыльных сделок заработать он смог 5000 1 доллар но за все время прибыльность данного трейдера составляет всего 50 процентов прибыльных сделок а торговая прибыль минус 11 тысяч 13 долларов и как можно видеть копируя сделки у брокера pocket option других трейдеров заработать можно но нужно очень серьезно подходить к отбору трейдеров и проверять каждого на их статистику в группах брокеров квотекс и pocket option продолжают проходить новые прибыльные конкурсы которых можно принимать участие без вложений и это не только конкурсы где нужно угадать курс определенной валюты в одном из последних конкурсов необходимо просто открыть новый счет после чего вы сможете принять участие в розыгрыше также совсем недавно проходил и конкурс добрых дел в котором просто необходимо было сделать скриншот платформы квотекс точно такой же конкурс проходил и для брокера pocket option и такие конкурсы проходят на регулярной основе поэтому присоединяйтесь к данным группам и участвуйте в различных акциях в завершении нашего видео мотиватор для трейдеров мы надеемся что ваш вечер будет проходить только как в первом варианте если вам нравится такая рубрика то обязательно поставьте лайк а также подпишитесь на наш канал и напишите комментарии в которых укажите каких брокеров мошенников вы знаете на которых мы бы могли сделать обзор или что еще вы бы хотели видеть в нашей А мы желаем вам удачи на торговле и прощаемся до следующей недели.